Вагон, вернее, трамвайный поезд вагонов ЛМ и ЛП-49. Ленинградский моторный, Ленинградский СССР в расставе 1929-го года. Разница, как видите, налицо. Если вы чувствуете, что здесь мягкие сидения, да, и вот такие же, как в аквариуме, пардон, в стиляге окна, то это лишь веяние эпохи. С появлением ЛМ-57, ЛМ-49 салоны их делали в подобии ЛМ-51, то есть ставили вот эти мягкие пружинные диваны, или поролоновые, как в данном случае, да, и ставили такие же фоточки, вот, как в ЛМ-57. Если посмотрите, увидите. Вот, изначально, конечно, корреспондентная кузова была другая. Рамы были деревянные, окна открывались поднятием наверх, на хлипких крючках крепились. Очень часто у пассажиров были отбиты локти, потому что во время качки и тряски крючки рассыплялись, и верхняя часть окна опускалась вниз, да, закрывала окошечко, поэтому... Вот, обратите внимание на полы. Здесь они не резиной настелены, как в соседнем вагоне, а речные. Вот так вот с 1907 года выглядел пол в ленинградском трамвайе. Вот этот речный настил. С одной стороны, очень удобно, сколько лякость на полный трамвай, а вся влага, она останется между речками. Но с другой стороны, представьте себе ленинградскую модницу на шпильках, вот, которая входила в этот трамвай, и как минимум подковку от каблучка она могла оставить. Но это все лирика. Что же мы видим еще? К сожалению, в этом всякем не так удачно расположена кабина, чтобы в нее заглянуть. Но все гораздо проще. Посмотрите, вот сквозь это окно, слева от водителя стоит контроллер. С помощью этого устройства вагон приводится в движение. Тормозится же вагон краном машиниста. Здесь он расположен перед самым водителем. Обратите внимание на него при выходе из вагона. И еще один нюанс. Справа от водителя расположено тормозное колесо. Очень часто его в шутку называют рулем. На самом деле, это не что иное, как стояночный тормоз. В прицепных вагонах стояночный тормоз расположался у места кондуктора. Вот оно, место кондуктора. Когда-то в тех самых первых вагонах стояло такое же. Дело все в том, что когда в те годы еще, когда кондуктора были присоединились, власти ездили очень хитро. Сейчас дверь у нас открывает, скажем так, водитель, да? То есть он может кого-то не увидеть. В зеркало прищенить и скандал неизбежен. В те годы дверь открывал кондуктор. И у него под руками было два крана. Один из них дверной, и другой здесь же расположенный экстренного торможения. А вот теперь, Сидан, не можно просить вас по помощи? Встаньте на рабочее место кондуктора. И попытайтесь увидеть заднюю дверь через голову пассажиров. Согласитесь, практически ничего не видно, да? О, то есть...